В Казанском федеральном университете опубликован основной приказ о зачислении студентов на бюджетные места. Документ подписан ректором Казанского федерального университета Ленаром Сафиным. Абитуриенты зачислены в ряды студентов на программы бакалавриата, специалитета на очную, очно-заочную, заочные формы обучения. Опубликованы приказы зачислений иностранных граждан на программы бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в рамках квоты, а также на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. С полным перечнем приказов о зачислении в Казанский университет можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. Молодое поколение видеоигры сегодня идут рука в обруку. По статистике, около 90% людей играет хотя бы один час в день. Гейминг заменяет людям книги, прогулки, иногда даже друзей. Это другая сторона реальности, в которой каждый из нас способен построить свой мир, каким бы он необычайным ни был. Но не всегда такое влечение имеет положительный исход. Некоторые игроки настолько погружены в игровой процесс, что забывают делать даже самые бытовые вещи. Это игры, но это очень важные сферы деятельности. Сразу по нескольким составляющим. Во-первых, это интересно. Во-вторых, этим увлекается, дай бог памяти, примерно 60% граждан страны Российской Федерации свыше, по-моему, 18 лет или свыше 16 лет. Сегодня гейминг и киберспорт в той или иной мере касаются большого количества людей. Пока одни из них играют, другие становятся фанатами блогинга и стриминга. По данным в ЦИОМ, видеоигры пользуются спросом у 23% россиян, 20 из которых играют ежедневно. Занятие может служить своеобразным хобби, способом социализации, методом снятия стресса и даже возможностью заработка. Какой-то популярный миф о том, что компьютерные игры, они там на всех людей тотально зомбируют или куда-то затягивают, или приводят к увеличению агрессии, гнева и все прочее. Все-таки нельзя утверждать однозначно, что это есть, скорее, миф. Очень по-разному, в зависимости от ситуации, в зависимости от возраста, в зависимости от каких-то других сопутствующих проблем. Например, масштабное исследование было посвящено изучению связи агрессивности и игрокомпьютерные. В том числе шутеры есть такой жанр, где там в основном стреляют, и стратегии сравнивались между собой люди молодые. И большой разницы, честно говоря, не было. То есть и шутеры, и стратегии. И самое главное, что они никак не коррелировали с уровнем агрессии. То есть вот какой уровень агрессии был до компьютерных игр, просто как личностные черты. Вот примерно такие же они в целом и оставались. На данный момент эксперты не имеют однозначного мнения по поводу влияния этого развлечения на человека. Есть ряд факторов, которые стоит учитывать. С какой целью человек играет? Его эмоциональную и психологическую восприимчивость, уровень самоконтроля и характер игры. Можно выделить такие жанры, как экшен, ролевые, головоломки, квесты, симуляторы и стратегии. И пока одни из них развивают память, быстрое мышление, точность и способность к решению проблем. Другие могут рассеивать внимание и вызывать чрезмерную агрессию и зависимость. При избыточном погружении в компьютерные игры и в компьютерную реальность может формироваться зависимость, когда человек полностью драчивает контакты с окружающим миром, не выполняет какие-то свои обычные рутинные обязательства, не ходит в школу, на работу, не учится и так далее. И тогда можно говорить о том, что формируется такой поведенческий стереотип зависимый, и тогда это уже становится проблемой для психотерапевтов. Считается, что погружение в жестокие видеоигры вызывает снижение чувствительности к насилию у игроков. У них чаще всего возникают фантазии, связанные с агрессией. Они больше склонны к агрессивному поведению. Но последствия для нервно-психического здоровья детей могут быть гораздо тяжелее, чем у взрослых. Напряжение и волнение, в которых находится ребенок, играющий, например, в стрелялку. Неожиданные повороты сюжета и сильные возбуждения не во всех случаях исчезают бесследно и могут проявляться в неожиданных для родителей изменениях поведения. Вопрос еще содержания игр. То есть, например, играет ребенок в шахматы с компьютером, и родитель скажет, о, он молодец. А вот играет он какую-нибудь стратежку, он не молодец. Ну, наверное, тоже есть какие-то двойные стандарты, что какие-то игры считаются правильными и хорошими, а какие-то нет. Кроме того, нужно сказать, что для многих компьютерные игры становятся и будущей профессией, и качество игр, и требования к играм тоже очень сильно растут. То есть, это возможность выбрать для себя такую профессию на всю жизнь. То есть, и разрабатывать игры, и рисовать игры, и придумывать сюжеты. Стоит учитывать и положительное влияние видеоигр. Во-первых, они способны развивать когнитивные навыки и умственные способности, особенно стратегические игры и головоломки, требующие от игрока аналитического и логического мышления, способности к быстрому принятию решений и креативности. Во-вторых, игры могут быть идеальным инструментом для взаимодействия и коммуникации, так как некоторые испытывают страх общения в жизни. Но, зайдя в виртуальный мир, они раскрываются, выражая свои чувства и эмоции, и находят друзей. При наличии симптомов тревоги или депрессии, компьютерные игры могут помогать человеку, их в некоторой степени снижать. То есть, они могут действительно приносить для некоторых людей удовольствие. И это такой способ бороться со стрессом, или просто рекреация, способ расслабления. Для некоторых молодых людей, у которых есть трудности с социальным контактом, социальным взаимодействием, общение в компьютерной среде, когда они совместно играют в какую-то игру, это является очень значимой и важной частью жизни. Если, например, друзей не получается по тем или иным причинам найти в реальном мире, то через виртуальное пространство друзей получается обнаруживать. И это тоже снижает и уровень тревоги, повышает качество жизни таких людей. Можно было бы, конечно, говорить о том, что хорошо бы, чтобы все было в реальном мире, что все друзья должны быть там, но не для всех людей это, по-видимому, возможно. Ни для кого не секрет, что компьютерные игры могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Как и во всем остальном, нужно знать меру, использовать их с умом, и не упускать из виду важность баланса между играми и другими аспектами жизни. Кристина Текина, Анастасия Лобова, Универновости. Космос остается неизведанным пространством со дня сотворения нашей Вселенной. Он полон тайн и загадок, которые еще необходимо раскрыть. Одно из таких является наличие в вакууме и, на первый взгляд, безжизненной пустоте пыли, чье происхождение вызывает вопросы у исследователей. Космическая пыль Космическая пыль – это общее название для мельчайших космических твердых частиц. Часть пыли межзвездная, она перемешана с газом, заполняющим галактику в пространстве между звездами. Кроме нее есть межпланетная пыль. Это пыль в нашей Солнечной системе, которая получается в результате столкновения астероидов, комет и других небесных тел. Пыль появилась во Вселенной при взрывах первых звезд. Пронаблюдать их пока не удалось, но теоретические расчеты показывают, что они образовались, когда Вселенной было несколько сотен миллионов лет, то есть больше 13 миллиардов лет назад. В ходе термоядерных реакций в массивных звездах легкие химические элементы, водород и гелий, сгорают и превращаются в более тяжелые, например, кремнии, железо, кислород, углерод. Массивные звезды очень быстро сжигают все свое горючее, и когда топливо заканчивается, реакции в ядре прекращаются. Тогда гравитация оказывается сильнее внутреннего давления, и происходит резкое сжатие ядра и сброс оболочки звезды. В результате него в межзвездное пространство выбрасываются новые компоненты, новые тяжелые элементы и космическая пыль. Что же такое так называемая космическая пыль? На самом деле космическая пыль и газ в космосе – это все межзвездная материя. И вот если меня спросят по большому счету, откуда мы взялись, и вообще из чего мы все сделаны, и вообще наш земной шар сделан, солнце, и все объекты, которые мы видим, это и есть как раз межзвездное вещество – пыль и газ. Поначалу ученые действительно считали звездную пыль помехой в исследованиях звезд, ведь она заставляла горячую звезду выглядеть менее холодной. После они обнаружили, что пыль играет важную роль в формировании новых звезд, планетных систем вокруг и даже молекул. Например, на ее поверхности образуется вода. Первые теории формирования планет и звезд были сформулированы более 200 лет назад, но существенное развитие эта тема получила лишь во второй половине 20 века. Пыль и формирование звезд связали, когда измерили и химический состав, а также определили природу и состав самой пыли. Ученые выяснили, что за исключением водорода и гелия эти составы очень похожи. Однако детально описать процесс образования звезд и планет только предстоит. То, конечно, есть некие такие облака, которые являются неким таким вот, ну, скажем так, стенкой, лучше сказать, для исследования глубин Вселенной. Но все равно мы проникли только на 30 мегапарсек в глубь Вселенной по той простой причине, что просто у нас средств увидеть дальше не существует. Множество вопросов вызывает процесс превращения пыли в планеты. В частности, все еще не ясно, как именно ей удается вырасти от размера в несколько миллиметров до километровых планеты Земалей – космических тел, образованных в звездной туманности в процессе конденсации пыли и газа. Проведение подобных исследований поможет ученым получить больше информации о Вселенной и продвинуться в своих грандиозных планах по изучению космического пространства. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. Дождевые червя Дождевые червя – эти небольшие, но необычайно полезные создания оказывают огромное влияние на экологическое равновесие и процессы переработки органических веществ. В научных кругах они вызывают самый настоящий интерес, ведь стало известно, что дождевые червя могут влиять на климат внутри почвы и тем самым вылагораживать ее. Что нам известно о дождевых червях, кроме того, что их используют в рыбалке или в удобрении почвы? Для нас их работа остается незамеченной, но их труды имеют большое влияние на почву и климат в целом. Деятельность этих существ способствует улучшению среды обитания. Они образовывают гумус и вентилируют землю, что помогает плодородию. Больше всего черви любят влажную среду, поэтому в таких местах их популяции значительно больше. И после засухи именно они помогают восстановлению почвы. Не так давно эксперты заявили, что черви могут косвенно влиять на изменение климата и улучшение состояния почвы после длительной засухи. Не только среда обитания влияет на живые организмы, а именно в почве живые организмы, когда обитают в ней, они могут преобразовывать ее и изменять химический состав. И вот дождевые черви – такой яркий пример. Они, обитая в почве, питаются они следующим образом. Они заглатывают почву, она проходит через их пищеварительную систему, перевариваются органические вещества, но зато вышедшая через заднее отверстие проходное почва, она обогащается минеральными веществами. И тем самым, кстати, получают у нас биогумус, который продается в цветочных магазинах. Его как раз получают именно из выведенных пород дождевых червей. Ну и, соответственно, да, действительно, дождевые черви могут влиять на структуру и химический состав почвы. Дождевые черви являются длинными бескелетными животными размерами от нескольких сантиметров до нескольких метров. Они обладают сильными мышцами и гибкостью, которые используются для движения и копания туннелей. Также черви удивляют своей способностью к регенерации. Они способны восстанавливать потерянные части своего тела, что делает их устойчивыми к травмам и позволяет выживать в тяжелых условиях. Эти животные – яркий пример того, как живые организмы, обитая в почве, преобразовывают ее химический состав. Заглатывая почву с едой, дождевые черви обогащают ее минеральными веществами. У них вот эта вот способность, когда происходит процесс переваривания, вот в этот, будем называть, пищевой комок, туда проникают ферменты. Они переваривают органические вещества, всасываются переваренные частички, а вот эти части ферментов, которые там преобразуются, они обладают вот этими вот способностью к тому, что почва обогащается минеральными веществами, которые как раз для растений и минеральные вещества очень благоприятны, как удобрение, будем говорить. А здесь именно то, что сами почвенные объекты способны преобразовывать среду. Ну и таких примеров, в принципе, много, что некоторые организмы, допустим, обитая в почве, изменяют ее химический состав. На этом бывает и основано то, что, допустим, так называемый у растений севооборот. То есть, когда у нас на одном месте меняют культурные растения, потому что они высасывают одни питательные вещества, вот потом обогащают другими, и наоборот, потом сажают одни, они меняют их на другие. Вот там, где, например, горох выращивают, там после этого очень много азота в почве. Вот после этого там очень хорошо растет картошка и другие культурные растения. Черви – это уникальные животные, которые самостоятельно улучшают свою экосистему. Неоценим их вклад в формирование климатически-интеллектуальных почв посредством сокращения выброса парниковых газов. Фермеры всегда радуются при обнаружении этих обитателей, так как они являются вестниками плодородия. Кристина Нырова, Валерия Карташова, Тимур Ахметов. Универ Новости. На этом все. В студии был Богдан Смященко. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!